Друзья, всех приветствую! Меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог, я помогаю вам правильно развивать, воспитывать ваших детей. Наши мобильные приложения и тетради многоразовые, развивающие, помогут вашим деткам правильно развиваться в программе детского сада и никакие знания не пропустить. Мои ответы на ваши вопросы помогут вам правильно воспитывать ваших деток. Сегодня, отвечая на письмо от 23 июня, пишет Любовь. Дорогая Юлия, добрый день, здравствуйте, Любовь. Начала смотреть ваше видео, когда сына было 2 года, теперь ему уже 5. Ого, очень помогли ваши для 2 и 3 лет. Очень помогли ваши, ну, видимо, видео или рекомендации для 2 и 3 лет. Можешь занять. Большое спасибо вам. Сейчас моему сыну 5,5. Беременности и роды протекали хорошо, никаких диагнозов у него не было никогда. Были у психолога полтора года назад. Предполагали СДВГ. Последние полгода наша жизнь поменялась. Пришлось мне с детьми, есть еще дочка, 2 года переехать к моим родителям. С мужем не живем. Мальчик не видел отца 4 месяца. Потом встретились на прогулке раз в 3-4. Про отца особо не вспоминают, потому что в последние 2 года редко видел его дома. Но все равно у ребенка рухнул мир и из-за взаимоотношений родителей. Беспокоит поведение сына. Агрессия, непослушание, грубость, хамство в отношении меня, бабушки и дедушки, сестренки. А также те, кто делает не по его. Хочешь, чтобы все было только по его, так он сам говорит. Что это? Реакция на изменения в жизни? Может быть, если это прям появилось после того, как произошел развод. И развод, может быть, происходил на глазах у ребенка. И ругань какая-то, и переезд, и прям шмотки, и прям чемоданы, и прям вот все эмоции. Если прям все это произошло на глазах у ребенка, и на следующий день он стал вот таким, а до этого был белым пушистым, то да, из-за развода. Но вы говорите, 2 года он уже редко видел. То есть это как бы плавно, я так понимаю, все произошло. Ну, смотрите сами, смотрите сами. Вот связывайте. Если прям вот это за неделю бурные эмоции, прям Санта-Барба была на глазах у ребенка, разрыв вот этот вот, и прям вот через неделю он стал другим, то да, из-за этого. Если все это было не так, то это просто не выставлены границы. Как правило, если детки нормотипичные, сохранные, вот, и вот все понакатанно идет, все хуже, хуже, как правило, это не выставлены границы. Когда родители объявляют какие-то правила, ребенок ноет, он это дело отменяет, и когда-нибудь ребенок в сердцах ударил родителей, родители мимо ушей это пропустил, и вот это пошло и поехало, как накатанно. То есть ребенок понимает, что я вот в этом обществе могу себя так вести, и мне за это ничего не будет. Вот как правило так. Что это? Реакция на землю так. Как помочь ему пройти этот сложный период? Или это недостатки воспитания, или нехватка мужского взгляда на воспитание. Тут все может быть, это нужно вам только самой посмотреть. То есть если у вас есть недостатки воспитания, о чем я сейчас сказала, нет, единство, бабушки так воспитывают, дедушки так воспитывают, вы разрешаете ему с сестренку стукнуть, вы разрешаете ему не сделать то, что вы сейчас сказали, то это, да, недостатки воспитания. Тут, я не знаю, тут нужны примеры. Вот. И, опять же, мужской взгляд на воспитание. Если, допустим, он с отцом все время каждый день общался, и отец его по-мужски воспитывал, у них было свои дела, они там в машине, говорят, в футбол играли. В общем, была прям совместная жизнь с отцом, и мальчик был идеальный, и вдруг отец уходит, и нет вот этого вот совместной, единой мужской энергии, совместных дел, и ребенок у вас на следующий день становится вот таким вот, злым, ну, все понакатанно, хуже-хуже идет, туда это тоже без мужского взгляда вот так вот произошло. Не знаю, в садик не ходит, посещает кружки, занимаюсь с ним. Дом сама всегда был очень подвижным, коммуникабельным, таким и остается, эмоциональным ребенком, заранее благодарю за ответ, с уважением, любовь. И еще СДВГ, вы говорите, под вопросом было поставили, не поставили. Вот СДВГ, это же тоже нужно разбираться со структурами мозга, почему это происходит, почему не оттормаживается ретикулярная формация, как зреть нервную систему, это нужно с неврологом разбираться, и чтобы он подкормил мозг витаминами группы В или магнием, ну, разобрался, чего не хватает, и помог нервной системе оттормаживаться, быть спокойным, уравновешенным, воспринимать неприятности спокойно. Бывают же люди, которых так вот ковырнешь, и он взорвался, как зажигалка. У него нервная система работает не очень хорошо и не оттормаживается, да. А которого ковырнул, вот в метро задел, ну, он даже не повернулся, он как удав такой, спокойный, прямо как слон. Ну, у него с нервной системой все хорошо. Значит, в вашей ситуации нужно подпитать нервную систему, это только с неврологом делается, витамины группы В, магний, ЕГЭ делается, в общем, это помогает, чтобы не было СДВГ, чтобы он был спокойным, уравновешенным, усидчивым и так далее. Подключаются занятия, видите, вы, говорят, никуда не ходите, дома сами занимайтесь. Я, как правило, говорю, что желательно родителям не заниматься дома, потому что, как правило, родители не очень умеют это делать, а нужно это делать в игровой форме, а не так, что иди сюда, сейчас будем заниматься. Ребенку, не хочу, нет, давай, вот пока не проведешь тут палочку, пока не напишешь, пока не сделаешь, я тебя никуда не отпущу. Это не занятие, это на пользу не идет, это только ненависть к родителям и отбивание вообще какой-либо мотивации к дальнейшему обучению. Так делать нельзя, родитель должен оставаться родителем. Это поцелуйчики, обнимайчики, помочь, пожалеть, посочувствовать, обнять, научить самостоятельности, самообслуживанию, ну, в общем, это вот совсем другие бытовые дела. Вот, если у вас не получается занятие дома, желательно бы, ну, вот так вот получается, как я сейчас сказала, через палку, то желательно это куда-то вводить, чтобы этим занимались действительно специалисты и не отбили мотивацию к обучению, к первому классу. Вот, там разберутся с СДВГ, там будут больше занятий, если к психологу, на индивидуалку, то больше он даст занятий на усидчивость, концентрацию внимания, вот на это дело все. Вот, это тоже очень полезно СДВГшникам. Дальше, так, это значит к неврологу на занятия, выстраивать границы, чтобы дед, баб, чтобы дедушка, бабушка и вы в едином русле воспитывали, чтобы это был прям единый коллектив. Если на все у всех нет, то у всех на эту проблему нет, и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет. Если нет конфеты перед обедом, то нет у всех. Нельзя такого, что конфеты я не разрешаю, он начинает ныть, бить, угрожать, там что-то еще, и мама говорит, на, заберите конфеты, только не ори. Или бабушка соглашается. Вот, такого быть нельзя. Стоит один раз такое сделать, ребенок у вас превращается в манипулятора и отсюда в истеричку. У него нервная система, нервной системе нужны правила. Вообще, ребенку дошкольного возраста нужны правила, границы. Тогда он будет понимать, что можно, что нельзя, как он сейчас действует. А если с бабушкой он так, с дедушкой так, с мамой он так, и он знает, что он может поорать, и это правило отметить, нервная система не понимает вообще, куда, как, какие модели поведения выстраивать, что делать. И отсюда она начинает нервничать, и отсюда появляются истерики, а в дальнейшем депрессия, а потом где-нибудь в подростковом возрасте еще какие-нибудь приключения. В общем, единство воспитания однозначно. Зеленую ручку применять. Видео наше про любовь посмотреть и подумать, применяете ли вы все пункты вот этой вот любви, так скажем так, в кавычках, к своему сыну. Ну и вот, вот. И если, а, ну, кстати, у вас дедушка есть. Мужская энергия обязательно у мальчика должна быть. Мать и бабушка никогда не дадут мужскую энергию, мужское воспитание своему сыну. Вы можете научить только самообслуживание, любить, обнимать, понимать, поддерживать и так далее. Мужскую энергию должен дать кто-то мужчина. Дядя, дедушка, отец, сосед по лестничной площадке, тренер в футбольной школе. Вот какой-то мужчина. Потому что только через совместную деятельность мальчика и взрослого мужчины можно развивать вот эту мужскую энергию, мужские поступки, мужское мировоззрение и так далее. Дед у вас есть. И если дед не отказывается, ему с удовольствием нравится с муком заниматься, пусть находят какое-то единое, интересное тому и другому человеку дело, и в этом деле они вот как-то контактируют. Нравится в машинах ковыряться, пусть в карбюраторах ковыряются. Нравится футбол, пусть. Нравится пилить, стругать и столярным делом заниматься, пусть это нравится. Путешествовать, грибы собирать. Значит, туда, в общем, отправляем сына туда, к деду, если дед прям все правильно делает. И пусть они там по полдня вместе находятся, и мальчик от этого спокойнее точно станет. Любовь. 21-23 июня. 5 и 5. Ответил. Ну и в сад бы неплохо было бы. Вот. И к психологу на занятия. Ответил. Друзья, меня зовут Юлия Фишер. Я дошкольный педагог-психолог. Помогаю вам правильно развивать, воспитывать ваших деток. Наши мобильные развивающие приложения и развивающие многоразовые тетради помогут правильно развивать ваших деток. То есть, с нашими вот этими вот продуктами ваши детки ничего не упустят. Вы будете уверены, что получат все знания программы детского сада. А слушая мои ответы на ваши вопросы, вы будете понимать, как лучше воспитывать ваших деток. Наши тетради сейчас и блокноты, и альбомы продаются на Валбрис со скидкой. Также и на нашу Marketplace они тоже продаются со скидкой. Приходите, покупайте. И там же на Marketplace вы можете стать моим коллегой, вы можете продавать свои товары. Так что приходите, заполняйте кабинеты, и будем так продавать вместе. Увидимся!